Гаражная амнистия и закон о приоритете в семейном законодательстве нормы Конституции Российской Федерации, основ правопорядка и нравственности над международными актами. Госдума 26 января в первом чтении одобрила сразу несколько важных социальных инициатив. Тему продолжит наш корреспондент. В прошлом году были приняты 4 из 5 проектов из пакета инициатив президента РФ о приоритете действия Конституции на территории страны. В соответствии с основным законом, несоответствующие Конституции РФ, международные договоры не подлежат введению в действие и применению. Расширение ориентиров для истолкования правил международных договоров и упоминания в их числе, помимо Конституции, также основ правопорядка и нравственности, вызвано тем, что сфера семейных отношений требует особого правового регулирования, где главенствуют морально-нравственные начала, которые сложно, а подчас и невозможно зафиксировать в законе и даже в Конституции. Данным законопроектам предлагается внести положение семейного законодательства РФ в соответствии с Конституцией. Чтобы избежать возможных противоречий, законопроектам предлагается дополнить статью 6 Семейного кодекса. Положением о том, что применение правил международных договоров в их истолковании противоречащим основному закону РФ, а также основам правопорядка и нравственности, не допускается. Международные договора регулируют разные вопросы, которые нам не подходят. Возраст невесты 13 лет, 15, что это такое? У нас 18 лет. Или с кем остаются дети? Русская мать чуть ли не в тюрьме сидит, потому что детей забрала у мужа, муж оскорблял. Но по американскому праву она считается как похитительница детей. Мать – это ее дети. Вот это все нюансы. На заседании Госдумы был рассмотрен законопроект, который предусматривает механизм предоставления гражданам земельных участков государственной или муниципальной собственности, на которых находятся гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года, дня введения в действие градостроительного кодекса. Документом также устанавливается перечень документов, необходимых для приобретения такого участка. Для тех, кто получил в собственность гараж до 30 декабря 2004 года, а я напомню, это дата вступления в силу градостроительного кодекса, они получают право до 1 января 2026 года подать заявление на бесплатную приватизацию своих земельных участков, на которых находится гараж. Если же землю выделило общее собрание членов кооператива, надо предоставить документ, который подтверждает право кооператива на данный земельный участок. Факт членства в этом кооперативе и факт решения общего собрания, а также схему земельного участка. Проект закона нацелен на создание условий для оформления прав граждан на гаражи и землю под ними без лишних сложностей. После оформления документов можно будет свободно распоряжаться этими объектами, в этом уверены представители партии КПРФ. Кроме того, в законопроекте написано, что региональные и местные власти смогут потом своими законами уточнять перечень допустимых документов.